Ребят, всем привет! Мы только что вышли с магазина Росман. У нас забитая тележка продуктами. И мы сейчас хотим пойти, может быть, где-нибудь перекусить и по пути обращаем внимание на разные растения. Мама, что это? Ну вот такие же стрелы купидона, как ты говорил, белые. Вот это сиреневые. Сиреневые стрелы купидона. Сиреневые, смотри. Но это еще маленькие они. Но это все дерево такое. Смотри, как они палки ставят, чтобы держать дерево. Да, оно тяжелое. Потому что они тяжелые, они потом дерево... Неужели без людей такие дерева не смогут вырасти, расцвести? Наверное, растет оно где-то. Тут очень много завезли разных стран. А мы, ребята, хотим зайти. Вот мы мечтаем. Мы уже долгое время проходим. Мы все время проходим мимо Макдональдса. И мы никак не можем забыть, что нам подписчики, дорогие зрители, вы все советуете. Но не все, но некоторые, кто разбирается в Макдональдсе, все время пишут. Говорят, ребята, попробуйте в Макдональдсе молочный коктейль. Попробуйте в Макдональдсе такой-то бургер. И вот мы сейчас планируем, не знаем, дойдем мы или нет. У нас так бывает, что мы планируем, потом не доходим, планы меняются. Но в этом видео мы хотим дойти до Макдональдса. И попробовать, наконец-таки, молочный коктейль, который вот прям все фанаты Макдональдса нахваливают. А по пути мы с вами о чем-то, может быть, поговорим. Ну все, пошли, смотри, какая красота. Да, сирень. Это как сирень. Смотри, реально стрела, да, посмотри. Ветка такая без цветов и на конце такая вот стрелка. Вот это прикол. Там белые, а тут сиреневые. Они такие тяжелые, прям аж обвисают. Ого, какие цветочки. Бедное дерево, оно их не выдерживает. Мы любим сокращать путь, поэтому сейчас проволочками пройдем быстрее. Я иду с оголой, с тележкой. Мама ведет меня улочками всякими, чтобы сократить дорогу. Мы могли возле магазина Роспан взять автобус и доехать до дома. Но решили пока не торопиться, решили сегодня заглянуть в Макдак. Макдональдс. Мама, смотри, какой сад. Идем, подойдем поближе, посмотрим, что это такое. Какой-то сад чей-то частный. Это инжир, то есть смоковница? Да. Да ладно, как ты поняла? Ну вот посмотри, подойди ближе. А, точно, это инжир, смоковница. Я на лайв-канале кушал, там мамин любимый фрукт. Обалдеть, я первый раз в жизни увидел, как растет смоковница. Смотрите. Давай сорвем одну, посмотри. Она еще не поспела. Твердая очень. Твердая, да, но это смоковница есть. Ребят, если вы не знаете, есть... Какие листья красивые, большие, смотри. Ага, есть... Не зря ты говоришь про листья, потому что есть такое поверье, есть такое знание, что Адам и Ева, когда себя осознали, именно листьями этого дерева, смоковницы, они прикрывали свои причиндалы. Так они есть большие такие листья, да? Да, они эти листья связывали и закрывали перед и зад. Перед и зад. Да, это смоковница и есть. И в Новом Завете, когда Иисус Христос ходил, Он говорил, моя любимая смоковница, или что-то такое, не помню уже. Ну ты пройди, покажи, он там как тут все-таки растет. Давай пройдемся с тобой. Ну ты в идею, в самом деле, хочу. Смотрите, ребят, какие тут растения интересные, деревья. Они такие плотные. Я знаю, что в Израиле плотные листья и плотные ветки, они сделаны для того, в Израиле растут. Потому что солнце жаркое может просто спалить листья, ветки. И поэтому в Израиле вот, что листья, что ветки, они вот такие вот плотные, странные, непонятные, как кактусы. Прикольный сад, да, кто-то себе сделал? Да. А мы тут ходим по частной территории. Пойдем лучше отсюда. Это не частная территория, это вообще дон. Пустыня Мавадо. Вот кому-то поставили самокат, чтобы он нахрен не выехал никогда отсюда. Точно. Эти самокаты уже все люди жалуются, что их бросают, где попало. Они так гоняют на этих самокатах. Они мало того, что не бросают везде, так они гоняют так, что людей сбивают. Страшно ходить. Не хочешь? Устали? Давай, передохнем дальше будем. На машине написано фирма Ниско, очень низко. Фух, правда, жарко. Еще и тогалу тащим. Теперь наш путь лежит через Израиль до Макдональдса. Так мы и путешествуем. Приключения себе устраиваем. Ходим, на все обращаем внимание. На нас люди обращают внимание. Тоже нахают, кричат бывает. Не всегда успевают это записать. Июль месяц, дикая жара. Еще и влажность дикая. Да, мы как в пустыне находимся. Вот погода прям как, ну и в пустыне находимся. Так мы не в одной пустыне, у нас две пустыни. Нас окружают пустыни, да. Три пустыни нас окружают. Это какие? Негев. Иудейская пустыня, Негев и Агова какая-то. Не помню. Все, мозги уже поплыли. Арава. Арава. Арава, Агава. Забыли. Арава, Иудейская пустыня и пустыня Негев. Я сейчас сижу и думаю, какая же Агова. Откуда она взялась? Арава. Ну что, пойдем? Пошли. Джакузи, что ли? Хо-хо-хо. Джакузи продают. Почку нам в зал, да? Какую? А вот такую. В зал нам? Куда? А куда под стол? Вместо стола? Пока я буду за ним сидеть. Я же за столом люблю сидеть. А стол придется ставить там, где у нас эта сушилка стоит. Это мебельный магазин. Я его даже не знала. И по-русски написано. Так, мы куда-то пришли. Три пальмы. Ты узнаешь, что место? Ну, вон так она уже. О, там чувак танцует. Чувака колбасит. Ты видишь его? Поставили желтого чувака. Эй, мэн. Такие камни по всему Израилю валяются. Это базальт. Мы живем на базальте. Камни как будто из земли растут, выступают. Вулканические камни, вулкан из виргалок такой. Ну, там Роман Максаков написал, что базальт не обязательно должен быть из вулкана. Такая порода бывает. Тут магазин животных. Мы там еще ни разу не были. Идем заглянем, может не животных продают. Поснимаем немножко. Красиво, видишь, делаешь? Аквариумы. Это террариумы, наверное. Террариум, аквариум, террариум. Тут птички. Я вижу птичек. Ох ты, мои маленькие попугайчики. Закрыли вас в клетке. Какие все разные. Вон, голубенький, зелененький. Красивые вот эти попугайчики. А что, у них только попугайчики? Ой, смотри, целуются. Целуются. Кто там? Кто там? Ой, ты, боже ты, мой. Мышка на русско. Мышка на русско. Копает. Обожаю животных. Все, больше тут никого нету, что ли. А где кролики? О, рыбки, смотрите, всякие разные. Такая плоская рыба. Мне, возможно, подарят маленький аквариум. И я дома заведу себе рыбок. Буду учиться их содержать и чистить. Это же рыба фугу, нет? Или это рыба шар? Привет. Какие у тебя классные губы. Гальпии, да, или как их называют? Знаю, я в названиях не разбираюсь. Я знаю, что это усатая рыба. По кайфу, наверное, с такими усами плавать. Все. Магазин вроде большой, но животных здесь продают мало. В основном только всякие причиндалы для животных. еда, корм, игрушки брачные и миски для еды. Итак, наш путь к Макдональдсу продолжается. Мы уже проделали длинный путь и скоро будем на месте. Это очень здорово, видишь, как... Мы сегодня еще ничего не ели. Мы начинаем так вот гулять, путешествовать, общаться с камерой, рассказывать и таким образом мы не кушаем толком ничего. Так иногда перекусы делаем. Потому что лето, жарко, есть не охота даже. Сейчас пойдем в Макдональдсе наедимся. Ну, я там лично только пить буду. Я не хочу есть. Ну, честно говоря, я хочу только молочный коктейль попробовать. На той стороне на солнце или где, или зайдем внутрь. Ну что ж, вот и Макдональдс. Мы дошли до него. Кошерный с синей вывеской. А коктейль они почему-то на улице продают. А, да. Здравствуйте. Мы зашли в Макдональдс. Ванильный. Мы сейчас будем впервые пробовать молочный коктейль, который нам советовали попробовать. Вот мой ванильный. Давай сюда будем слаженных курсов. Интересно на него посмотреть. И попробовать, что же в нем такого вкусного. Чизбургер тут не продают, потому что Макдональдс кошерный. Макдональдс с синей вывеской, это кошерный. Если в Израиле видите Макдональдс с красной вывеской, то это не кошерный. Там можно купить чизбургер. Я спросил у него, сколько у него стоит самый большой бургер Макдональдса. Он сказал 58 шекелей. С овощами там и со всем, что есть. А мы покупали бургер в компании Numi в Израиле. Это не Макдональдс, а какой-то другой левый Макдональдс. Так нам дали большой бургер без овощей, без всего. Плюс сырой за 80 шекелей. А тут в Макдональдсе оказывается самый большой бургер стоит 50 шекелей. С овощами и со всем, что внутри. Ух ты, вот мамин шоколадный коктейль. Попробуй, скажи, как тебе. А у тебя что-то белое, да? Мой ванильный, а то шоколадный. Как с мороженым? Ну-ка. Как мороженое, да? Угу. Ну, вкусно. Смотрите нас. Холодненький он. Только у них трубка. Бумажная. Бумажная, да. И через нее трудно пьется, да? Трудно тянется. Израиль отказывается же от пластика. А, да. Экологические, картонные теперь, картонная посуда в основном. У нас что, теперь будут картонные пакеты? Картонная посуда. У нас вот стакан, да, картонный Макдональдс. Картонные эти. Мы живем в картонном мире. Ммм, обалденно вкусно. Ммм, обалденно вкусно. Да, ребят, попробуйте. Обалденно вкусно. У меня ребята пробуют. Попробуйте. Ну, как, ребят, вкусно? Ну, ничего, такой прикольный коктейль. Но, по-моему, я что-то похожее уже пробовал где-то, но не помню где. Ну, похоже на мороженое. Да, просто, да, да, точно, это растаявшееся мороженое. Ребят, натуре, это просто мороженое растаяло, а вот вам и молочный коктейль. Ну, в жару приятно, конечно, холодное. Ну, через трубочку трудно пить, хочется так захомячить. Ну, люди наслаждаются, помаленьку, через трубочку. Я так хочу попить, ну-ка. Мммм. Мммм. В реально кайфный. Классный. Ну, а вот здесь смотри, фейл. У них Макдоналдс здесь с красной. Этикеткой. Который обозначает, что это не кошерный Макдональдс Но если посмотреть на вывеску Макдональдс То видите, она в синем А синий значит, что кошерный И тут чизбургер не купить Чизбургер это бургер с сыром и с мясом И в таком вот синем его не купить Это кошерный Но если вы найдете вот такой вот Макдональдс С красным значком Значит, там чизбургер, скорее всего, можно купить С сыром что ли? Мясо с сыром? Да, есть в Израиле Такой Ой, главное не простыть Ты сильно быстро его выпил? Ну как? Да, но я еще не до конца выпил Как превратить Оно сильно холодное, да Как превратить кошерный Макдональдс В некошерный Заказать одновременно молочный коктейль И бургер с мясом Тогда это будет некошерный Макдональдс Ну они, видишь, как придумали Молочное едят на улице А мясное внутри Да, кстати Они одно и то же здание разделили пополам Да Мы когда хотели купить молочный коктейль Там сказали, выйдите на улицу Это тоже, типа, заказывайте тоже только через окно Вот здесь Я еще специально воды взял со стаканом Если мы вдруг пить захотим Быстро тает вообще Быстро тает Впервые, ребят, пробуем молочный коктейль от Макдональдс Ням-ням, вкусно Да Нани Тебе салфетки не дали, да? Батю, я тебе уже допил В конце как вам вкуснее, мне кажется Потому что у нас растаивает Да, сверху была такая уже более водичка, что ли А снизу уже такая более плотная Короче, два стакана И плюс бутылка воды Нам стоили 35 шекелей Не знаю, сколько стоит один коктейль Но два коктейля плюс бутылка обычной воды 35 шекелей Я очень не стремилась, но у вас день Я с вашего разрешения сяду А, конечно, мы уже уходим скоро Садитесь, конечно А вот садитесь, я уже буду вставать А почему вы внутренне кушаете там под мозганом? А я же одеваю маску Нет, я не тороплю, я же могу сидеть здесь, пожалуйста Нет-нет, ничего страшного, садитесь кушать Конечно, важно в тенечке сидеть Вопрос, зачем тогда? Садитесь, у вас добавок жарко Мы не жарко, вниз А вы любите заказать в Макдональдс еду? Нет-нет, я не люблю А что вы заказали? А что, картофель? А мы коктейль молочный решили впервые попробовать А вы с Украины? Нет Вы из Израиля, а вы? А я? А я и тут и там Только не на Украине, а в Германии, в России, везде А вы туристом? Нет Я здесь Гражданство Я еврейка, и все у меня есть И в Мюнхене И в Калининграде Это от нас? И в Афурины А вы имеете гражданство, в смысле германское и еврейское? Нет, гражданство я не имею немецкое А, нет? Я имею российское и... Израильское Ну так же, как и мы Мы тоже имеем российское и израильское гражданство А я с Ташкент вообще Еще у меня и узбеков У меня гражданство, у меня остальное А Узбекистан тоже не лишает гражданства, да? Вот если вы... А я не беру? Нет А не беру гражданство А не и не Не беру гражданства Пред wi – фантюра Нет, узбекского 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 у меня осталось Ув building у меня осталось Уv building у меня осталось Осталось, да? Конечно приятного вам аппетита спасибо вам тоже и уже с трудом его допиваю большой стакан и пил уже да да очень большой карты я прям уже не могу мне уже невесту почему вы кушать одни как нет мы просто долго ходили ходили мы очень от жары уже устали мы живем гиватамары мы уже тут 23 года живут мои мамочка и сестра и племянник они переехали в девяностом мамочка умерла сестра вы любите картошку фри маме тоже нельзя и сестра все время говорит не всегда же надо придерживаться прямо у меня еще дочка есть трехкомнатная мы живем у нас трехкомнатная мы на свинячили мам это мы тогда да от бутылки смотри не ставь и ставь от бутылки так плохо тебе даже салфеточки сейчас я попрошу у них подожди попроши салфетку чтобы это все вытереть то да сколько дали вам надо очень много дали бутылку щебо давай выброшу все а там мусорка есть а это мусорка стоит а я думал что это такое а это мусорка такая стоит на улице россии сибири вообще-то красная а мы с братска рядом там свое время 5 часов и строить нет я приехал туда уже позже я жила раньше в ангарске вы знаете это тоже тоже сибирь иркутская область иркутская область потом я не знаю потом где-то я в замуж вышла уехала братск там дети у меня сын родились . и сын потом уже в израиль решили переехать 90-е годы и переехали с сырочкой и с племянником переехали в 90-е да мы тоже также в 90-е приехали сюда и приехали на горе просто на горе шикарные квартиры были у нас и мы жили замечательно у меня муж был главный уехал в циклах в педагогистан ну вот надумала сестра уехать и уехал как я уговариваю надо вместе если ехать вместе куда-то она у нас очень слабо все эти характеристики она пока уехала а мама уже мама уже за 7 лет там была и мама из-за племянника поехала а племянник тут на наркотики пошел повесился и я говорю ой 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 вот я из-за сестры взяла граждан мама кроме того пожалуйста я буду держать открывать он подчет скользко да почти а у вас нет мы не наверху мы внизу а вы знаете дива там конечно мы на седьмане жили квартира была у нас трёхкомнатная полетанты я вообще не могу не поплыть ну что сказать если бы конечно было бы там нормально мне в 90-е годы нам тоже там было очень тяжело мы поэтому уехали оттуда а здесь то тоже тяжело ну конечно здесь ничего не всем климат конечно я умирала то вообще я в сибири как пингвин приехала с севера на юг я долго долго привыкала я представляю мы то привыкшие я так их просила приехали война тут была ну противогаз все ну да да я тоже помню мы тоже войну уже застали тут с Ираком была когда война это летели через нас эти все ракеты тоже окна заклеивали мы ты маленький был не помнишь мы окна заклеивали крест на окрест окна вы сразу в Афу нет мы жили в Пятакпикве сначала а потом здесь получили Амидаровскую приехали сюда а наши в Бабьяне жили что у них там происходит солдатка выходила с машиной задержала автобусы это не солдатка? а сын тоже отслужил да? да, служил тоже здесь почему с мамой? я такой вопрос не даю да, никого не нашел себе ну, как это так сколько девочек ну, не знаю надо было с Сибири привозить да и с кем не познакомился не получилось еще не поздно еще не поздно может светит еще кого-нибудь да, да да я и не тороплюсь как бы не знаю ну, молодец мама лучше с мамой нет проблем я когда с мамой живу я ее учу пользоваться компьютерами ноутбуками есть а так она бы сидела вообще ничего бы не делала один телевизор бы спрежал шел бы и делал подсказы не обязательно ну да оставлять маму ни в коем случае как можно оставить маму? и ни за что ни за что начнется я в Бершиво еду и через пол седьмого пол шестого пол шестого самолета о сам... автобус? конечно сейчас без двадцати пять уже да еще раз ну что пойдем пойдем потихоньку автобус тут здесь так хорошо тут прохладненько да вы в тенечке хорошо посидите со мной посидеть мне веселее мне веселее почему вы сразу спросили что с Украины мы или нет? ну сейчас очень много лучше сейчас очень много таких, да, которые все время это... не дай бог не дай бог мы стараемся не сталкиваться с такими ну а куда делать? я в парикмахерскую пошла меня там и тоже сидели русскоговорящие давай мне спрашивать а ты откуда? ну а сейчас сейчас все спрашивают я говорю я с Израиля я тут уже 23 года живу что там происходит я не знаю я даже в телевизор не пью чай не могу не знаю кто прав, кто но война это война так это и нас касается вы посмотрите у нас цены-то растут у нас цены-то растут в Германии в жизни не росли цены вы знаете а сейчас там это все из-за этого я не знаю это все пошли видишь, что люди собирают банки а мы выбраться конечно это ужасно это ужасно а правда нет это конечно правда у своей я не знаю это тяжело конечно да главное что и все и другие говорят по-русски понимаете по-русски говорят вы знаете у нас теперь русская речь уже русская речь как будто бы ты в России да ни один человек не говорит на украинском да 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 а нам говорили что там нельзя говорить на русском да ну значит можно было коль они все на русском не на украинском бомбили там Харьков это русский город там одни русские да Мелитополь какой город Мелитополь или какой там Малу это все русские и по-русски я почему вас отступил я приезжалил допустим на десять на двенадцать на двенадцать Откуда приближаете? Из России, из Германии, по-разному. А вы в России деньги бываете? Да, конечно, там тоже есть. И мне было, может, кто-то там отдельный, и все-таки немножко нуждается, что-то не из-за. Поэтому я у вас спросила, где вы, может быть, это у вас есть, как-то из-за ничего. Это ветер размышлялся. Да. Снять твою родную сестру не хочется. Сейчас с Москвы не на сын переехал. И у нее нет. Сейчас яйца. А Ирочка, моя сестра, здесь, в Байдару. Там, в Гиват-Мару. Нету. В Байдару. А, Гиват-Маре здесь у нас? Ну, да, да. А, ну, они жирят. Они жирят. Они жирят. А живете ли вы в каком городе? Так вы просто временно сейчас приехали в Израиль? Да, я так и приезжаю. А, а потом вы уезжаете опять в Германию? Да, в Россию. Да, Ленинград. Так это же... Это же... Это же... Это бывший Копенгагин. Это бывший Копенгагин. Важно, что мне здесь вот, чтобы я спокойно приступила, заплатила. Полодец. И здесь у меня не будет платить. Сейчас билеты-то дорогие, да? Да. 1400 евро. Ого. Туда и обратно? За фрахов. Израиль не принят. Да, да. За фрахов. Да, да. За фрахов, конечно. Вы извиняете? Как бы мы выше Копенгагинга живем? Да. Выше, да. Да. Так вот на Бонтии живем. И пока не приезжал. Я считаю, что... И вы к нам вот это перелюти все-таки делаете, да? У меня гэрусь не в коем-пуль Þути. Ну куда мы едем? Он тритий, это таранил-кулационок. Но в CONDUNА. Выбирают. И маун вочи есть. И нивоторит они. Айину приеха. Ютюр мишарна. И гости. Ну что? Куштарный сыр. Куштарный сыр. Куштарный сыр. Куштарный сыр. Куштарный сыр. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok